дорогие друзья как же часто нас спрашивают на улице евреи что это у вас за веревочки такие зачем мы одеваем цицит что он нам дает и как заповедь цицит помогает нам сохранить зубы здоровыми смотрите это видео сейчас обо всем поговорим где же в торе написано про заповедь цицит мы знаем что еврейский народ когда вышел из египта бог им обещал землю израиля и вот когда они уже подошли к земле израиля и вот-вот уже в нее заходят еврейский народ посылает разведчиков 12 очень праведных людей из которых 10 к сожалению сделали ужасную ошибку они зашли в землю израиля они должны были увидеть эту великую хорошую прекрасную землю все блага этой земли рассказать народу как же там все хорошо и чтобы еврейский народ с большим желанием и вот не знаю предвкушением такого великого подарка зашли в эту землю но вместо того чтобы увидеть то прекрасное что там было они увидели совсем не то например что же не такого там увидели всевышний знал что когда ты посылаешь разведчиков чужую землю это очень опасно для них поэтому всевышний специально послал эпидемию в стране израиля у местных народов и к сожалению тогда умирали много вот из местных жителей что давало возможность чтобы разведчики когда пришли в израиль на них вообще никто не обращал внимание все были заняты больными все были заняты похоронами и никто не видел что пришли вот 10 еврейских разведчиков смотреть на свою землю бог сделал для них великое чудо но что сделали вот эти вот разведчики они вместо того чтобы увидеть чудо и радоваться чудо они сказали что за земля такая тут люди умирают и начали когда вернулись к еврейскому народу они начали их отговаривает не нужно туда идти давайте останемся в пустыне в пустыне есть man в пустыне есть все что нам надо в пустыне бог нас оберегает чудесами зачем идти в эту землю зачем работать зачем там эпидемии всякие начали всех отговаривать и еврейский народ в результате заплакал заплакал это ночь 9 ава и все мы про это знаем но что мы здесь видим что разведчики пришли в землю израиля и увидели совсем не то что они должны были увидеть они дали неправильную оценку тому что видят и поэтому тора говорит возьми цицит повяжи их на концы углов своих и смотри на них чтобы это заповедь освещала твои глаза и дала тебе возможность смотреть на вещи правильно чтобы ты не был как те разведчики которые ошиблись и неправильно поняли что им показал всевышний будь тем человеком который смотрит на цицит и цицит помогает тебе поэтому источник заповеди цицит он написан в этой главе про разведчиков чтобы исправить то что сделали разведчики как часто мы в жизни неправильно смотрим на вещи стивен кови он своей книжке рассказывает очень такой интересный пример как представьте себе что вы едете в метро и вдруг спускается многодетный отец там с пятью детьми в метро и папа смотрит в окошко вообще чем-то своим занят какие-то у него мысли а пока что его пять детей бегают по вагону кушают еду пачкают всех вокруг кричат шумят а отец вообще не смотрит на них и даже ими делает замечание как же это раздражает и как же это вот непонятно поведение отца представьте себе что напротив этой семьи где дети бегают шумят все мешают сидит человек и говорит этому отцу молодой человек примите какие-то меры как же так вы сидите и вот ваши дети всех пачкают так все мешают почему вы такой сякой не смотрите за своих детей весь вагон на вас уже обозлен пожалуйста примите какие-то меры и вдруг этот отец разворачивается к этому человеку и говорит ему ты знаешь извини меня пожалуйста только что умерла моя супруга только что она умерла и я сейчас думаю об этом горе и вот поэтому вот я сейчас не состояние за ними смотреть как же стало стыдно тому человеку который делал замечание секунду назад он будет такой злой на него секунду назад он не понимал ну как можно смотреть в окошко и не заниматься своими детьми сейчас он все понял и сейчас он понимает этого несчастного человека у которого ушла супруга но он просто этого не знал и он неправильно посмотрел на эту ситуацию он не мог увидеть в этой ситуации что здесь вообще происходит что-то такое чего ты не можешь понять мы не всегда понимаем то что мы видим перед нами перед нами была какая-то картина и мы неправильно дали и оценку мы неправильно дали оценку этому папе и так очень часто бывает нашей жизни как и разведчики неправильно все увидели мы очень очень часто все неправильно видим поэтому есть митцва цицит это очень важная митва который помогает нам жизни когда мы смотрим на цицит это помогает нам видеть вещи правильно как это работает по торе раньше написано было вторе сделайте белые нитки а также добавьте голубую нить в наше время есть большинство раввинов они не уверены как правильно ее делать поэтому большинство евреев не носят голубую нитку но когда эта нить было она нам очень помогала каким образом я смотрел на голубую нитку это мне напоминало про небо посмотрите на небо написано и вспомните про вашего творца с у мором и ней посмотрите на небо это кстати заглавные буквы слова шма шма израиль с ума романой тем уру мебара или посмотрите кто это все создал и когда я смотрел на эту голубую нить я вспоминал про небо когда я вспоминал про небо я вспоминал про всевышнего и это помогало каждому человеку и помогает каждому человеку даже в наше время без голубой нитки помогает ему правильно смотреть на вещи и делать правильный вывод давайте еще немножко поговорим про сам цицит цицит написано он шакуль кенегат коля туракула если мы поставим все заповеди торы на одну чашу и заповедь цицит на другую они будут равны потому что слово цицит в гематрии обозначает 600 у нас есть 8 ниточек 5 звуков это 13 получается 613 нам это помогает соблюдать все 613 заповедей также в в этой главе про цицит написано соблюдайте ее и повелите своим сыновьям леда рой тхм во все ваши поколения соблюдайте заповедь цицит и отсюда говорят каббалисты из-за того что написано леда ротых м кто хочет иметь много много детей с божьей помощью заповедь цицит это хорошая сгула она вот помогает иметь большую большую хорошую крепкую семью потому что написано слово леда ротых м также в благословении на цицит мы говорим легит от fb цицит первая буква ламыд в первом слове во втором слове буква б это означает лев легит от фб цицит лев тут цицит талит он помогает нам очищать наше сердце также последнее что я хотел сегодня сказать что у нас есть 8 ниточек 4 угла 8 и 4 32 32 это та цифра которая совпадает с числом зубов у человека поэтому каббалисты говорят что кто правильно соблюдает митва цицит заповедь цицит вот малый цицит и большой талит у него никогда не будет зубной боли это очень хорошая сгула и так мы с вами поговорили про заповедь историй носить талит любая одежда в которой есть четыре угла мы обязаны делать вот такую вот специальную конструкцию это огромная огромная заповедь который помогает нам очищать наши глаза и видеть вещи правильно и все остальные хорошие вещи про которые мы поговорили с вами в этом видео спасибо огромное за внимание спасибо что посмотрели это видео до конца поделитесь этим видео со своими друзьями подписывайтесь на во икру обязательно и в следующем видео мы с вами поговорим про молитву и как она нам помогает в жизни